Самые необычные книги, которые взорвут мозг читателя не только сюжетом, но и формой изложения. Иэн Бинкс «Осиная фабрика» при погружении в книгу воображение рисует образ главного героя в мельчайших деталях. Кажется, оно опирается на описание персонажа и вполне обоснованно создает некую фигуру, но что если в конце повествования выяснится, что читателя обмануло его собственное воображение? Что если уже знакомый и понятный персонаж окажется совсем не тем, кем казался? «Осиная фабрика» одна из самых скандальных книг шотландского автора переворачивает мир читателя, заставляя усомниться во всем, в чем только возможно. А также показывает податливость человеческой психики Дмитрий Данилов горизонтальное положение в этом довольно крупном и титулованном романе «Читательне». Найдет ни одного местоимения, а также с большим трудом разыщет глаголы. Повествование представляется в виде отчета о жизни человека в мегаполисе. В нем крутятся предметы, мелькают люди, мысли, идеи, желания. Но выполняются только простейшие физиологические потребности. В серых буднях персонажа многие читатели могут увидеть себя. Странноватая на первый взгляд манера повествования заставляет слиться с героем книги и ощутить на себе всю монотонность и беспросветность существования главного героя. Александра Бакши «Сектантка» сложно сказать, какую книгу Александра Бакши можно отнести к разделу привычной литературы. Однако новеллу «Сектантка» по праву называют наиболее неформатным современным произведением. Маленькая книга полностью состоит из одного ночного диалога о саморазвитии, тренингах, современных гуру и популярных курсах личностного роста. Кухонный разговор превращается в увлекательный психолого-психиатрический анализ приверженцев подобных течений и разбор проблем современного общества. На десерт читателю предлагается загадка, ответ или реакция, на которую и послужит развязкой новеллы. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Марк Хэдден «Загадочное ночное убийство собаки» или «Что случилось с собакой однажды ночью» – главный герой мальчик-подросток-аутист. Ребенок обнаруживает убитую собаку соседей, решает выяснить, кто убийца, как и когда, а главное, почему это произошло. Кристофер берется за дело с полной серьезностью. Все свои действия он фиксирует в дневнике. Читателю предоставляется уникальная возможность взглянуть на обыденные вещи под углом зрения особенного ребенка. Генри Дарджер «История о девочках» Вивиан Роман насчитывает более 15 тысяч страниц и содержит красочные иллюстрации. Яркая вселенная поражает воображение. Основная линия повествования представляет собой борьбу детей-рабов за свободу. Маленькие воины под командованием «Сестер Вивиан» отважно противостоят рабовладельческому строю противника. Книга была обнаружена в 1973 году, незадолго до смерти автора. Генри Дарджер трудился дворником и слыл нелюдимым и чудаковатым человеком. К концу жизни он был отправлен умирать в приют для бедных. В его захламленной квартире была обнаружена огромная рукопись, снабженная масштабными картинами и зарисовком фантастической вселенной. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok